Театральная площадь уже скоро будет выглядеть совсем иначе, чем сейчас. Там началось строительство пятизвездочного отеля. А уже весной на взлётке на улице Молокова застройщик обещает сдать в эксплуатацию ещё один отель всемирно известной сети «Хилтон». Если учесть, что в декабре будущего года новый отель должен появиться и на партизана-железняка, это можно назвать гостиничным бумом. Мировая сеть отелей дотянулась наконец и до Красноярска. На улице Молокова подрядчик возводит гостиницу «Хилтон». Сдать её должны весной этого года. Но так ли это или нет, успевает ли строитель уложиться в срок, к сожалению, сказать не могу. Руководство строительной компании сегодня с нами общаться не захотело. Но из открытых источников известно, что гостиничный комплекс рассчитан на 259 мест европейского уровня и цены соответствующие. В среднем около 4000 рублей за одноместный номер в сутки. К этой цене прилагается класс трёх звёзд, сообщает портал «Делару». Фитнес-комплекс, два ресторана и боулинг-центр. Кроме Красноярска, отели «Хилтона» есть ещё только в трёх городах России. В Новосибирске, Перми и Москве. Место на Молоково компания «Сибиряк» выбрала, рассчитывая на рост деловой активности на взлётке. 110 миллионов долларов, по сообщению информагентств, вкладывают в строительство пятизвёздочного отеля «Мэриот» на партизанах «Зелезняка». 20 этажей. Номера от президентского люкса до бизнес-класса. Застройщик отеля на набережной обещает комплекс «Вип-уровня» на 216 номеров. В 20 этажке по проекту 5 ресторанов, панорамный бар с видом на енисей, бассейн, конференц-помещение и многое другое. Сдать гостиничный комплекс должны в конце 2014 года. А на театральной площади тоже строят гостиницу. Ну как строят? Площадь огородили, технику пригнали, но сегодня почему-то пока никто не работает. Между тем подрядчик обещает, что в декабре будущего года вот на этом месте, через дорогу элитного дома, который в народе прозвали «Сливочником», появится не менее элитная гостиница. Вот так это выглядит в проекте. 8 этажей, 200 номеров, люкс, конгресс-центр и спа-салон. В общем, весь обязательный минимум гостиниц такого уровня. Правда, в отличие от видеопрезентации, как здание реально впишется в архитектуру центра города, еще неизвестно. Противники застройки говорят, главная проблема будет с парковками. В центре и так машину негде поставить. Подрядчик СИП «Агропромстрой» уверяет, гостиничный комплекс обеспечат подземным паркингом. По словам строителей, высотки, меняющие облик Красноярска, продолжат появляться. По оценке чиновников, в городе не хватает несколько тысяч номеров на рынке гостиничных услуг.